Привет! В этом видео мы создадим простой блок на Zend Framework. Создадим базу данных для нашего блога. Запускаем Apache и MySQL. Далее открываем браузер и переходим по вкладке Localhost.phpMyAdmin. Создадим новую базу данных. Назовем ее «Блок». Выберем сравнение UTF-8 General CI. И нажимаем на кнопочку «Создать». База данных создана. Теперь мы создадим таблицу. Данная таблица будет использована для хранения всех записей в нашем блоге. Назовем ее «Articles». Количество полей — 3. Нажимаем «Ок». Первое поле будет называться ID. Тип Integer. Индекс. Primary. И Autoincrement. То есть поле будет увеличиться на единицу при добавлении новой записи. Следующее поле — Title. Заголовок нашей записи. Тип будет Varchar. Длина — 100. Далее поле Body. Здесь будет храниться сама наша запись. Тип — Text. Далее сравнение выбираем UTF-8 General CI. И нажимаем кнопку «Сохранить». Готово. Таблица «Articles» создана. Теперь добавим в таблицу пару тестовых записей. Нажимаем «Вставить». ID не добавляем, он автоматически добавится. Заголовок. Первая запись в блоге. И добавляем вторую запись. Сохраняем. Обе записи добавлены успешно. Давайте посмотрим на них. Нажимаем «Обзор». Вот. Две наши записи добавлены. Далее переходим в NetBeans. Запускаем NetBeans. И открываем проект, который мы создавали на прошлых уроках. Укажем в настройках проекта соединение с базой данных, которые мы только что создали. Для этого откроем папку «Config». И откроем файл «php-application.ini». В секцию «Production» добавим следующие строки. В самом конце. Первая строка означает то, что мы подключаемся к базе MySQL. Далее. То, что все записи в формате UTF-8. MySQL находится на нашем локальном хосте 127.001. Далее. «Username.login.root». Пароля у меня никакого не стоит. Пароль пустая строка. И название базы, к которому мы подключаемся – «Block». Сохраняем проект. И создадим новый контроллер под названием «Block». Фильтры напишем «Create». Выберем «Create Controller». И в параметрах укажем его имя – «Block». Нажимаем на кнопку «Run». Контроллер создался. Вот он. Также для него создались представления. Вот. Открываем контроллер «Block». В контроллере «Block» мы видим два метода. Метод «Init» и метод «IndexAction». Метод «Init» выполняется перед всеми вызовами других методов. То есть он инициализирует этот контроллер. Поэтому в нем мы создадим объект, который будет работать у нас с базами данных. Забирать оттуда данные и вносить туда данные. Заведем новую переменную текущего класса. «Wiz» обращаемся к классу. И переменная «DB». «Block» равно «ZendDB Table». «ZendDB Table» — это объектно-ориентированный интерфейс к таблицам базы данных. И только что мы создали экземпляр класса. Теперь получим все данные из таблицы «Articles». Заходим в метод «IndexAction» и пропишем следующие строки. Заведем переменную «Articles». «Block» и обратимся к нашему созданному адаптеру. Вызовем метод «Quary». Запишем SQL-запрос. И следующим методом выполним этот запрос. Давайте сделаем «Dump» переменной. Посмотрим, что в нее попадает. «WordDumb». «WordDumb». Сохраняем. Переходим в браузер. Открываем новую вкладку и набираем «Zend.local.blog». Нажимаем «Enter». Выборка прошла успешно. Вот мы получили массив данных. Нашу первую запись и нашу вторую запись. Единственное, что здесь не так сработало, это то, что наши записи, которые были сделаны кириллицей, стали вот такими вот крикозябами. В силу того, что наш созданный контроллер, кодировка у него не «UTF-8». Для того, чтобы правильно отображались русские символы, требуется файл «blogcontroller.php» преобразовать в кодировку «UTF-8». Давайте преобразуем кодировки. Делается это очень просто. Переходим в папку данного контроллера и открываем этот контроллер, этот файл в программе Notepad++. Выбираем кодировки «Кодировать WTF-8». Сохраняем. Обновляем страничку. Готово. Готово. Возвращаемся в наш контроллер. Удаляем WarDump. И теперь полученные данные передадим в представление. «WithView». Заведем переменную «Articles». И присвоим «Articles». Далее переходим в представление данного контроллера. Нажимаем правой кнопкой мыши. Внутри в теле контроллера «Navigate». «Go to view». У нас открылся файл «view scripts.blog.index.phtml». Удаляем то, что в нем прописывается автоматически. И добавим следующие строки. Простой HTML-каркас, в котором мы сейчас будем вводить полученные нами записи. Воспользуемся инструкцией «ForEach». Так как это у нас массив, будем его перебирать по одному элементу и выводить значения этих элементов. Обращаемся к переменной «WithArticles». И представляем ее как «Value». «Echo». Выводим заголовок записи в теге «h2». Поле у нас называется «Title». Закрываем тег. Точно так же выводим значения поля «Body». Обробленных тегом «Параграф P». «П» открыли. Вводим «Body». «П» закрыли. И в конце нарисуем линию. Тегом «hr». Сохраняем проект и смотрим, что у нас получилось. Переходим в браузер. И обновляем страницу. Выявилась первая запись, ее заголовок и текст этой записи. Далее выявилась вторая запись. Заголовок, текст второй записи. Теперь добавим общий заголовок для этой страницы и заголовок title для HTML документа. Переходим в контроллер. Переходим в контроллер. Переходим в контроллер. И в метод «init» добавим инициализацию переменной «title». «title». То есть заводим переменную во «view title» и вносим в нее значение «simple block». Аналогично сделаем заголовок для страницы. В индексе добавим инициализацию переменную «header» и значение «my simple block». Сохраняем. Переходим в представление и выведем эти переменные. Переменную «title» выводим между двумя тегами «title». И заголовок сайта выводим после тега «body», обрамленный тегом «h1». Вот мы вывели переменную «title» и вывели переменную «header». Сохраняем и смотрим результат. Переходим в браузер, обновляем страницу. Вот вывелась переменная «header» в теге «h1» и переменная «title» в «simple block». Теперь добавим возможность комментировать статьи нашего блога. Переходим в «netbeans», а именно в представление экшена «index». И добавим ссылку на новую страницу, на которой будет находиться только одна статья и ее комментарии. «eco». Открываем тег «a». Будем переходить по ссылке. «blog», контроллер «blog». Новый action «comments». Будем передавать переменную «id» статьи. «Ик» «Tри сцена «х1» статья» «индом». «Ек» «Ек» «Дорог». «Мой» «Ек». Ковачку одну забыл. Таким образом мы создали ссылку по переходу на новый экшен, который мы сейчас создадим и передаем ему параметр ID статьи, сохраняем, переходим в браузер, обновляем страницу, вот у нас появилась эта ссылка. При переходе по первой ссылке мы попадаем по адресу block comments ID 1. Возвращаемся назад. block comments ID равно 2. Бум. Еще один маленький нюанс. Давайте на стройках укажем, чтобы нам Zen показывал все ошибки, которые происходят. В данном случае случилась ошибка, но мы не знаем, где она случилась. Переходим в netbeams, application.ini, секция production и у трех параметров нули заменяем единицами. start up errors, display errors и display exceptions. Сохраняем и теперь давайте посмотрим, что у нас тут получается. обновляем страничку. Вот мы увидели сообщение об ошибке. То, что action comments не существует. перед тем, как создавать новый action для вывода комментариев, создадим в нашей базе данных блок новую табличку, в которой будем хранить комментарии. создадим ее уже другим способом, с помощью готового скрипта. Вот. Табличка comments, которая состоит из четырех полей. Идентификатор комментария, он же первичный ключ и автоинкремент. Далее идентификатор статьи, код статьи, который принадлежит данный комментарий. Далее автор комментария и сам комментарий. Нажимаем ok. Готово. Табличка создалась. Нажимаем блок и видим две наши таблички. Articles и comments. Табличка comments сейчас пустая. Заполнять мы ее будем уже непосредственно с сайта. Теперь создадим action comments. Переходим на bins и создаем новый action. Create action выбираем. Называться он будет comments и находится в контроллере блок. Нажимаем run. Готово. Action создался. Также создалось представление для него. В данном экшене требуется реализовать вывод одной статьи по ID, который мы передаем в ссылке. И все комментарии к нему. Также добавить возможность формочку с добавлением нового комментария. Приступим. Примем параметр ID, который передаем в ссылке. Заведем новую перемену article ID. Примем параметр следующим образом. Обращаемся к текущему объекту. И вызываем метод нижнее подчеркивание getParam. getParam. В скобочках. Указываем название параметра. Это ID. И если вдруг он не пришел, то значение по умолчанию 0. Давайте протестируем как это работает. Обратимся к этому методу по ссылке. И выведем на экран параметр. Дай. Article ID. Сохраняем. Переходим в браузер. На страницу нашего блога. И нажимаем на ссылку. Комментарии. Вот. Произошло обращение к контроллеру блок. Далее. Action comments. Параметр ID. Название параметра. И значение параметра ID передано. Вот. Мы его перехватили и вывели. Теперь обратимся к базе данных. И выберем из таблицы Articles статью, у которой ID равен единице. Переходим в контроллер. Удаляем DAI. Заводим переменную с названием SQL. И поместим в нее SQL запрос. Обращение к базе. Select. Выбрать все записи from из таблицы Articles. Where. Где. ID. Равен. И прибавляем к строке полученной нами article ID. Далее выполним этот запрос по аналогии с предыдущим запросом. В отличие от предыдущего запроса мы сам запрос вынесли в отдельную переменную для удобства. Заводим переменную article. И помещаем в нее в результат выполнения запроса. Обращаемся к нашему адаптеру базы данных у ISDB, который инициализировался вот здесь. Делаем запрос и все результаты запроса попадут в articles. Точно так же выполним запрос на выборку всех комментариев из таблицы comments, у которых ID статьи равен article ID. также инициализируем переменную с запросом выбрать все записи из таблицы комментариев, в которых ID статьи равен нашему article ID. Выполняем данный запрос и результат запроса все записи помещаем в переменную comments. Теперь передадим все эти наши новые переменные в представления, дабы их вывести на экран. Вот мы завели переменную article и поместили значение article. Завели переменную comments и значение comments поместили. также заполним переменные title и header по аналогии, как мы сделали в index action. переменная title заполняется следующим образом. Мы обращаемся к первому элементу массива article. тут у нас всего одна запись и получаем значение поля title. Далее прибавляем к нему тире и значение переменной title, которое было инициализировано вот здесь. в header мы помещаем тот же самый title, значение поля title, то есть название статьи. Теперь все это выведем в представление, во view. переходим во view, navigate, go to view, удаляем весь текст, который по умолчанию здесь у нас появился. вставляем простой шаблон. Выводим title. Выводим саму статью. Название статьи помещаем в tag h1. Обращаемся к первому элементу массива article. Берем оттуда title и выводим. Далее то же самое обрамленным тегом параграф. Выводим саму статью. И делаем ссылку назад, возврат в блок. Далее рисуем линию. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Переходим в браузер. Переходим на страницу нашего блога. И у первой статьи нажимаем на комментарий. Переходим к комментариям. И вот у нас вывелась первая статья. Заголовок статьи в теге h1 и в теге p сам текст статьи. Ссылка назад. Возвращаемся в блок. То же самое и вторая статья. Нажимаем комментарий. Попадаем на статью пока без комментариев. Возвращаемся назад. Теперь добавим вывод комментариев. Комментарии выводятся у нас по аналогии как выводились статьи в предыдущей вьюхе. То есть воспользуемся forEach. Открываем PHP теги. ForEach перебираем массив comments. Каждый элемент массива помещаем в переменную value. Далее выводим автора. Берем название автора, имя автора. В тег b, жирным его делаем. Обращаемся к value, value, автор. Ставим тег переноса строки br. Далее выводим комментарий. Обрамляя его тегом paragraph, обращаемся к переменной value comment. И в конце два переноса строки осуществляем. То есть в этом цикле у нас все комментарии выведутся. И в конце нарисуем линию. Так как сейчас у нас комментариев нет, тестировать это смысла не имеет. И перейдем к созданию формы для ввода новых комментариев. Вот таким вот образом добавляем форму. Пишем добавить комментарий, перенос строки. И создаем формочку для отправки данных. Отправлять будем в новый контроллер, который мы еще не создали. Сейчас мы его создадим. То есть новый action. Контроллер блок. Action comments add. Далее. Ставим невидимое поле, которое будет называться article id. Тип у него hidden. И значение его равно id нашей статьи. Далее следующий input это автор и сам комментарий. Соответственно там где автор, поле называется автор, комментарий называется комментарий. И ставим кнопочку submit, отправить. Сохраняем. Смотрим, что у нас получилось. Переходим в браузер. Переходим на страницу комментариев. Так как у нас нет комментариев, здесь у нас пусто, ничего не вывелось. И появилась табличка, формочка для добавления нового комментария. Соответственно здесь имя автора. А здесь комментарий. Если сейчас мы нажмем сохранить, то у нас выскочит ошибка, так как у нас action, к которому мы обращаемся, не существует. Давайте попробуем. Нажимаем. Вот пожалуйста ошибочка. А вот результат выполнения. То есть по нажатию кнопки, мы обращаемся к контроллеру блок, action comments.add и передаем ему параметром методом get, article.id, идентификатор статьи, имя автора и комментарий. Давайте вспомним, как у нас состоит табличка из чего. Вот посмотрим ее структуру. Вот мы добавляем идентификатор статьи, добавляем автора и добавляем комментарий. Теперь создадим новый action для добавления комментария. Переходим в netbeans и создаем новый action. send run command create action. Action называется comments.add Так как там через тире, смотрите, здесь мы добавляем с большой буквы add. Это означает то, что в url здесь будет тире и с маленькой буквы. имя action и контроллер, которому он принадлежит. Нажимаем run. Переходим в контроллер блок и вот наш новый action. Первое, что требуется нам сделать в этом action, это перехватить передаваемые нам параметры. параметры мы уже научились перехватывать вот таким вот образом. Но теперь потребуется нам не заводить отдельные переменные, а все это сделать в одну переменную в массив вот таким вот образом. Инициализируем массив, называется data. далее создаем элемент массива article.id перехватываем переменную article.id помещаем ее сюда далее то же самое заводим after перехватываем переменную after comment перехватываем переменную comment данные у нас есть для того, чтобы занести их в базу и теперь выполним запрос по внесению этих данных в базу обращаемся переменной with db метод insert первый параметр это название таблицы в которой мы будем износить таблицы называется comments и данные которые мы будем заносить это наш массив data давайте проверим что у нас получилось сохраняем изменения переходим в браузер возвращаемся на предыдущую страницу и нажимаем на кнопку сохранить данные сохранились но мы не вернулись на предыдущую страницу для того чтобы вернуться на предыдущую страницу нам нужно сделать редирект после сохранения данных переходим в контроллер и делаем редирект with нижнее подчеркивание редирект и пишем адрес куда будем возвращаться контроллер блок action comments id статьи берем вот отсюда точно так же из запроса сохраняем переходим браузер возвращаемся на предыдущую строку если мы ее сейчас обновим то вот этот комментарий который мы добавили вот здесь у нас отобразится вот он отобразился наш первый комментарий давайте добавим второй комментарий нажимаем нажимаем на кнопку сохранить произошло добавление комментариев тут же нас редиректор на эту страницу вот первый комментарий и второй комментарий давайте дальше поэкспериментируем со второй записью нажимаем назад переходим ко второй записи и ее прокомментируем нажимаем сохранить запись успешно добавлено на этом заканчиваем видео урок это был пример простого блога с возможностью добавлять комментарии к статьям естественно подобный код для использования в реальных проектах требует доработки так как например у нас нет проверки на SQL инъекции мы принимаем параметры и тут же их передаем в базу это чревато плохими последствиями вплоть до Drop Database кода также можно в комментарии или у автора добавить JavaScript код который будет тоже все портить вот эти и другие заработки кода это тема других уроков спасибо за внимание с вами был Дмитрий Афанасьев до скорых встреч